7 утра, в воскресенье, а возле дома офицера в микрорайоне Чкаловский собираются люди. Следующие несколько дней для них особенные. Делегация ветеранов Великой Отечественной войны вооруженных сил отправляется в город Брест по следам боевой славы. Проводить их дорогу и сказать напутственные слова о прибыли депутат Мособулдума Владимир Шапкин, а также руководство Щелковского района. Память о тех страшных событиях должна быть всегда не утеряна, потому что сегодняшнее растет поколение, не знавшее этих тяжестей, лишений, должно воспитываться и понимать на нашей истории, что такого повториться никогда не должно. Я очень прошу вас привезти оттуда материалы, фотографические, видеозаписи, фильмы, которые можно будет разместить в нашем Кривеческом музее. Самое главное – это передать вот эту частичку нашей памяти нашему подрастающему поколению. Даты и место выбраны не случайно. 22 июня в 4 часа утра именно Брестская крепость первой встретила фашистов. Последние предполагали, что застигнув советских бойцов врасплох, смогут захватить укрепления в кратчайшие сроки. Однако оборона крепости продолжалась почти месяц. В первые дни войны свои жизни за родину отдали почти две тысячи человек. Конечно же, там каждая пять земли пропитана горем людей. Очень много погибло жителей Белоруссии. И, конечно, памятное место, одно из самых памятных мест – это Брестская крепость. В составе делегации почти 50 человек. Для них это не ознакомительная поездка, а долг памяти – почетная миссия. Я прошел во время войны от Полтавы до Берлина участвовал в белорусских событиях. Такая почетная задача и доверие о том, чтобы побывать в Брестской крепости и торжественно приложиться, поклониться, зажечь свечи. С особыми чувствами в поездку отправляются герои России Игорь и Евгений Тарелкины. Первый – парашютист-испытатель, второй – летчик-космонавт. Их отец и дед тоже, Евгений Тарелкин, воевал в составе 230-й дивизии 1-го Белорусского фронта. Дошел до Берлина. Отец воевал, фактически получилось так, что взятие, ну то есть освобождение Белоруссии, Польши, взятие Берлина. И поэтому это для нас как бы священные такие вот места. У нас есть реликвия такая, это погон нашего отца и деда. Этот погон был и в космосе, и вообще мы его на какие-то такие важные мероприятия всегда берем. И сейчас вот с этим погоном мы туда поедем. В общей сложности в Белоруссии делегация проведет три насыщенных дня. В программе посещение Хатыни, Кургана, Славы, Минской и, конечно, Брестской крепости. Дарья Заснегова, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».